Сколько же всего вкусного можно приготовить из обычной капусты? Сегодня поделюсь с вами еще одним полюбившимся уже очень многим рецептом. И конечно же для начала подготовим капусту. Отрезаем от кочана среднего размера третью часть. И теперь нам нужно ее измельчить. Можно меленько нашинковать, а можно натереть на крупной терке. Так получается намного быстрее ее измельчить. Особенно, когда не хочется возиться на кухне. Вот такая вот капуста в итоге получается. То, что нужно. Еще нам нужен будет белый лук. Луковицу среднего размера нарезаем на маленькие кусочки. Лучше для этого блюда брать именно белый лук. Так будет намного нежнее. Но и обычный желтый тоже подойдет. На плиту ставим сковородку. Выливаем немного растительного масла. И высыпаем измельченный лук. Нам нужно хорошо его потушить до полупрозрачного состояния. На среднем огне. Пару минут. Перемешиваем. Разравниваем в один слой. И накрываем крышкой. А пока подготовим картофель. Нам нужно 2 картофельных среднего размера. Нарезаем сначала кольцами. Не сильно тонко. После каждый кружочек разрезаем соломкой. Вот примерно так. И уже затем режем на кусочки. Небольшого размера. Как только лук стал полупрозрачным. Высыпаем измельченный картофель. И хорошо перемешиваем. Тушим на среднем огне минут 5. Накрыв крышкой. Теперь подготовим морковь. Одной среднего размера вполне хватит. Я ее тоже уже предварительно почистила и помыла. И сейчас буду измельчать на крупной терке. Выбирайте яркого цвета морковь. Чтобы она была сладкой. Так блюдо получится намного вкуснее. Через минут 5 убираем крышку со сковороды. Перемешиваем картофель. И высыпаем измельченную капусту. Это будет очень вкусно и необычно. Самое интересное еще впереди. Хорошенько перемешиваем. И тушим пару минут под крышкой. В отдельную емкость разбиваем 3 яйца. И хорошенько взбиваем венчиком. Можно это сделать и обычной вилкой. Выливаем молоко. Теперь добавляем йогурт. У меня жирностью 10%. Но можно взять и меньше. Хорошенько пару раз взбиваем массу венчиком. Теперь выливаем растительное масло. Добавляем 1 чайную ложку соли. Молотый черный перец. И перемешиваем. Проверяем как там наши овощи. Отправляем сюда же морковь. И хорошенько перемешиваем. Держим под крышкой еще пару минут. А пока подготовим перец. У меня болгарский красный. Но можно взять любой, который у вас есть. Желтый, зеленый, например. Убираем все лишнее. И нарезаем на небольшие кубики. Выкладываем теперь перец на сковородку. К остальным овощам. Добавляем соль. Паприку копченую. И специи для овощей. Те, что больше всего любите. Перемешиваем и тушим все овощи еще буквально 5 минут. До мягкости моркови и перца. В емкость с яичной смесью высыпаем муку. И немного разрыхлителя. Перемешиваем до однородного состояния. Чтобы не было комочков. Вот примерно так должно получиться. Теперь зелень. У меня сегодня будет укроп. Очень вкусно с ним получается. Но можно взять и петрушку, например. Здесь все по вашему вкусу. Меленько нарезаем ее. И отправляем в нашу заливку. Перемешиваем. И практически все готово. Наши овощи уже тоже приготовились. Аппетит разыгрался моментально. Перекладываем готовые овощи в емкость с заливкой. Желательно дать им немного остыть. Чтобы они были комнатной температуры. Перемешиваем пару раз. Чтобы все овощи смешались между собой. Теперь берем емкость для запекания. У меня стеклянная. Но можно взять и керамическую. Хорошенько смазываем дно и бока растительным маслом. Удобнее всего это делать кисточкой. Но можно и руками. Кому как удобнее. Перекладываем получившуюся массу в емкость. И разравниваем ложкой. Чтобы везде была примерно одинаковая высота. Завершающий штрих в этом блюде это сыр. Берите любой твердый сыр. Который хорошо плавится. Я его натираю на крупной терке. Вот сколько сыра получилось. Вкуснотища будет. Просто нет слов. Теперь весь верх овощной массы. Покрываем слоем натертого сыра. Равномерно его распределяю по всей поверхности. Сверху сырок я еще обильно посыпаю копченой паприкой. Это очень вкусно. Попробуйте так приготовить. Отправляем теперь наш будущий ужин в духовку на 30 минут. При температуре 180 градусов. До образования румяной корочки. А в это время пока можно быстренько накрыть на стол. Так как на запах сбегутся абсолютно все. Через это время достаем. Ох, какая же это вкуснотища. Так шкварчит еще. Запеченные ароматные овощи под хрустящей, тянущейся сырной корочкой. Это что-то. Даем немного остыть. Нарезаем порционно и сразу же в горячем виде подаем. Хотя и в холодном такая овощная запеканка тоже невероятно вкусная. И самое главное сытная. Очень рекомендую приготовить. Не пожалеете. Жду вас в комментариях. Как вам такой вариант ужина? Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока.